Правильно запускать стартапы, учиться искусству фотографий и снимать кино будут в этом году участники форума АТР «Алтай.Роста». Об этом журналистам рассказали организаторы форума. Десятый юбилейный международный управленческий форум АТР пройдет с 3 по 9 июня в Белокурихе и на Сибирском подворье. Прием заявок пока идет, но желающих уже свыше полутора тысяч. Больше всего из Алтайского края, Кемеровской области ждут также новосибирцев и гостей из Казахстана. Работать будет 26 площадок. Поскольку 2018 год в России объявлен годом волонтерства, то добровольчество станет основной темой. Во-первых, презентация проектов в области социальной политики. Они все должны быть направлены на вот это. Чтобы получить грант, вы знаете, есть конкурс, да? Там Росмолодежь у нас выделяет гранты, Край выделяет гранты. И там серьезно идет борьба за какие-то суммы. Вот приоритеты, мне кажется, но я в составе комиссии, я свое мнение буду озвучивать, они будут направлены на то, чтобы получили государственную поддержку, те гранты, которые направлены на развитие проектов добровольцев-волонтеров. Из принципиально новых площадок анонсировали стартап, который объединит предпринимателей с опытом работы до одного года. Также желающих научат проектные фотографии и расскажут обо всех этапах создания кинофильма. Одной из центральных в этом году станет тема социально-ответственного туризма. По словам организаторов, ожидается, что в обсуждении примет участие президент Национального туристического союза Роман Скорый. 70% сельхозпроизводителей Края предпочитают пользоваться отечественной техникой. Это прежде всего кировцы и комплексы для почвопереработки. Прошлой осенью в Крае узнали и об отечественных зерносушилках, которые не уступают по качеству зарубежным моделям. Зерносушилки Алтай – самая востребованная техника прошлой осени. Когда цена на урожай стала падать, сельхозпроизводители Края стали покупать именно эти агрегаты. С ними было больше шансов сохранить урожай. Комплекс Агра выпустил эту сушилку, которая даже по своим параметрам превосходит те зарубежные аналоги. Цена в два с половиной раза. Обслуживание. Все производится практически здесь. К полному циклу производства сушилок компания «Комплекс Агра» шла с 2011 года. Сейчас здесь освоили лазерную резку, перфорацию, применяют запатентованные за рубежом решения. Так, четырехвальцовая система дозировки и перекрестные потоки зерна делают просушку равномерной и технически выверенной. Лишь в таких агрегатах возможна работа с семечкой и рапсом. Электроника немецкая, горелки-вентиляторы американские. В стране, к сожалению, пока нет комплектующих соответствующего качества. Сегодня «Комплекс Агра» производит полный цикл сушилки, а еще шнеки и нории для транспортировки и подъема сыпучих грузов. Продукцией компании пользуются больше двух сотен сельхозпроизводителей Края. Ее качество оценили уже аграрии Сибири, Урала и Ростовской области. Анастасия Дороган, Павел Лауронин. Наши новости. Банк, который уже четверть века стабильно работает на территории Края, открыл в Барнауле свое новое отделение. 11-е по счету. На Юрина 202. Ждут и тех, кто за 25 лет ни разу не изменял Форбанку, а также новых клиентов. Форбанк всегда стремился идти в ногу со временем, всегда динамично развивался. Неизменным оставалось лишь доброе и гостеприимное отношение к тем, кто хотя бы однажды распахнул двери банка. Главная фишка нашего банка, все-таки мы не на словах, а на деле пытаемся сохранить и сохраняем индивидуальные, личностные, хорошие отношения с нашим клиентом. Только за первые полчаса с момента открытия нового отделения, кстати, очень красивого и просторного, сюда заглянули несколько горожан. Зашли и нам понравилось, вот и льготные условия, процентная ставка нам очень даже понравилась. Надеемся, что мы станем клиентами банка. Несмотря на зрелый возраст, Форбанк стремится быть очень современным. Даже цветовая гамма нового отделения непривычная. Яркий и дерзкий оранжевый сменил синий, который долгое время был в тандеме с белым. Одновременно с открытием классических банковских подразделений мы развиваем и современные цифровые сервисы, для того, чтобы наши клиенты могли получить полноценное банковское обслуживание в любой точке страны. Оформить кредит, положить наличные на депозит, обменять валюту, заплатить коммунальные платежи – все это можно сделать в новом отделении Форбанка, расположенного в густонаселенном районе на Юрино-202. Эти люди уже не прошли мимо, теперь очередь за вами. Красиво, просорно, уютно. Будете ходить сюда? А куда я денусь? И о погоде спонсор прогноза погоды ООО «Аквамастер». Синеводье Премиум – это натуральная, полноценная питьевая вода высшей категории качества. Добывается из скважины глубиной 210 метров. Для вашего удобства мы выпускаем воду разных объемов. Синеводье Премиум содержит в оптимальных для ежедневного употребления пропорциях необходимые организму элементы и является сбалансированной водой для питья и приготовления пищи на каждый день. При заказе воды назовите оператору кодовое слово «Белокурихинская» и получите подарок. В отдельных районах края дождь, гроза, ветер юго-западный, ночью умеренный, днем усиление. Температура в Славгороде, Бийске, Олейске и Белокурихе до плюс 17. В Зминогорске 16 тепла, 14 в Рубцовске, в Заринске 9 градусов и плюс 7 в Камне-Наби. В Барнауле дождь, ветер умеренный, днем до 13 градусов выше ноля. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи!